Среди болевых точек села, озвученных на заседании, отток населения в города. Как выразился Путин, деревня сама выдавливает людей. Виной тому низкие заработные платы, слава развитая инфраструктура. Недостаточный уровень газификации, водоснабжения сел, плохие сельские дороги, а кое-где и вовсе их отсутствие. В своей очереди на улучшение жилищных условий ждут 490 тысяч сельских семей в стране. При этом, как отметил президент, в территориях, где власти на местах активно работают с населением, привлекают инвестиции и поддерживают малый аграрный бизнес, картина совершенно иная. Эффективность работы органов местного самоуправления. Знаю, что труд здесь очень непростой, нелегкий. Особенно в поселковых администрациях, где занято, как правило, всего несколько человек, которые выполняют функции и юристов, и экономистов, и бухгалтеров. И все же при этом одни поселения успешно развиваются, а другие едва выживают. Ясно, что причина здесь не только в финансовых ресурсах, которых, конечно, всегда и всем не хватает. Для рачительных хозяев муниципального и регионального уровня должно быть делом чести обеспечить порядок на своих территориях. Здесь многое зависит от руководства органов местного управления, от их неравнодушного отношения к делу, от способности организовать жителей для решения насущных проблем, поддержать инициативных людей. Главы местных администраций и их команды должны быть, что называется, всегда на связи. Гонор, снобизм, начальственный раш еще никому не приносили пользы. Тем более на селе, где все друг друга знают. Что касается Краснодарского края, где 45% населения живет в селе, то объем привлекаемых в сельские территории инвестиций третий год составляет не меньше 30 миллиардов рублей. Тем не менее, остро стоит кадровый вопрос. Не хватает не только высококвалифицированных специалистов, но и простых доярок или механизаторов. Эту нишу заполняют мигранты. Именно поэтому, отметил Александр Ткачев, в этом году кубанский парламент принял решение. Субсидии на развитие бизнеса не получат те предприниматели, которые будут привлекать иностранных рабочих. Создание новых рабочих мест, повышение заработной платы и внедрение новых технологий в производство на селе на госсовете определили в числе приоритетных задач. «Колоссальные средства тратятся в последние годы на сельскохозяйство, на быт, обустройство, дороги, газификация, энергетика, доступность, жилье. Но этого недостаточно. Мы прекрасно понимаем и сегодня делаем все возможное в рамках нашего бюджета, в рамках наших возможностей финансовых. Но, как я уже говорил, этого недостаточно. Нам нужна федеральная программа, нам нужна государственная программа, государственная поддержка. Эта программа формируется сегодня. Она, конечно, поможет существенно поменять ситуацию. И сделать так, чтобы большинство людей стремились на село, стремились жить на земле, трудиться, работать, создавать прибавочную стоимость, зарабатывать, расти детей и так далее. Я думаю, что для нас, для Кубани, для сельскохозяйственной территории, региона, конечно, это судьбоносно, это крайне важно. В завершение заседания Госсовета Владимир Путин отметил, что за последние семь лет в сельское хозяйство страны было направлено почти 3 триллиона рублей. Это очень приличные деньги, отметил президент. И сегодня главный вопрос заключается в том, чтобы эффективно их использовать. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.